привет друзья привет мои хорошие я сегодня у максима гащу 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 приехала по делам мороз у нас скрипчает мы только что с ним пришли с маршрутки он сейчас пошел мусор выносить я я разбираюсь что все сейчас сядем с ним чай пить а завтра мне уже к десяти часам нужно будет отчаливать ехать на вашу кашу в пятидесятках рядышком все и к месту прям подвозит доброе утро доброе утро у меня утро максим уже уехал рано так стал у него практика сейчас а я хотел проветрить балкона приду с ним уж домой снимал балкон стоит такой у нас не вчера весь день мило вот весь день это кошмар сейчас морозе даже не знаю сколько за 20 точно в этом вчера пойду ты остался тоже неизвестно думаю будет ли открыта трассы или нет с утра очень мило и сейчас вот вижу ну я по балкону ощущаю что очень холодно очень полночок мороз он поставил помидоры не замерзли мидоры бабушкам передала прохладно сейчас все равно оставлю на проветривание в квартире тепло очень жарко это просто жарко нереально я спит в пижамке поставила варится яйца яйца себе на завтрак я тут геркули смогу сварить и синеватые и обычные иголочки не было бы не было бы он проткнуть а бы все-таки лопнули посмотреть кто тут есть что нибудь ему осталось какой беспорядок жалко не успею брать есть у меня геркули сейчас сварю себе на завтра кашку надо будет отчаливать крыса прошла вот не висит на то есть нет выбросить еще раз на него висит мышка крыска надо выкинуть все собралась поехала представляете шар все морозно очень морозно зеркало в лифте если не везет отъеду пока с 8 этажа маска губы накрасила потому что она очень сухо очень сухо смотрите дорожники вычищают этот суп на милон представляете это столько на милон свистит плохо слышно стараюсь громко говорить ну я думала будет сильнее мороз и я просто в квартире распарилась ну нормально нормально пойдет сегодня вроде как последний день нет не сегодня завтра завтра будет среда она должна посильнее подморозить а с пятницы говорит уже пошла оттепель оттепель чистят чистят понятно вот тебе и все ладно просто я буду сейчас бегу 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 на пятидесятку смотрю стоит стоят или нет значит никого и нету ну в принципе не должны опоздать посмотрим а они стоят пятидесятка может не успеть набраться хотя они сейчас тут часто ходят хорошо не скользко еще нормально снежок туп-туп единственный недостаток уг уг вчера родила ну чё вчера вчера скажу чё я приезжала приезжали мы сюда да всей семьей похороны у нас были моего дядя дядя моего родной тёти умерла не нет ковида нет ну чё мёс 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 моя 11 мёс 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 Жалко терять, конечно, людей, близких, родных. Вот так жизнь у нас случается. Ой, у нас побежали, побежали люди, хоть бы жена меня дождалась. Все, отключаюсь. Побегу. Ой, хорошо успел на эту маршрутку. Там приятное в том, что захожу, у меня же этот вот сквояжик, и мест нет. Садиться некуда, молодой человек стоит, говорит, садитесь, пожалуйста. Ой, вообще приятно, конечно. Я показала маршрутку, потом зашла другая женщина. Ну как, даже помоложе девушка. Уступила место. Вообще молодежь у нас не пропавшая еще. Сейчас бегу запыханная, потому что осталось 3 минуты до начала. Ну, где-то 30 минут я ехала. Неприятность в том, что я успела дозвониться наконец-то для показаний сдачи газа. В декабре я так и не смогла дозвониться. Там у нас предоплату стоит. И сколько у нас это всего? 0,23, да? И она говорит, вы знаете, вы не подавали с июня месяца показания. Поэтому... Вот иду. Машина опять едет. Поэтому мы поставили как 45. А это с июня месяца всего 0,23 набралось. Я говорю, смотрите. Я говорю, что делать? Мы теперь будем вам по-среднему ставить. Соба 45. Я говорю, нет, меня это не устраивает. Потому что там предоплата еще почти 1000 рублей. Как так получилось? Не только квартиранты бывшие переплатили, не то мы сами. И она говорит, только придет вам сотрудник, может прийти, и зафиксировать показания. Только тогда вы сможете его подавать. Ну, в общем, неприятно, что Максим придется отпрашиваться опять с работы, с практики. Завтра. Вчера он отпрашивался. И завтра. В течение дня сотрудник придет и зафиксирует показания на счетчике. Ну, вот сейчас буду ему звонить. Он, конечно, расстроится очень сильно. Ну, а что делать? Там, понимаете, вот с июня месяца тут сок только набежал. А это каждый месяц будет ставить по 45. Ну, это куда? У меня такая маленькая неприятность. Ну, ничего. Все, подхожу уже. Ой, у меня сегодня такой, знаете, день беготни. Сейчас совладелась без пяти, три, без пяти, ну, то есть без пяти минут и 15 часов. У меня 15 часов маршрутка. Стою вот сейчас, на автовокзал не пошла. Думаю, я хер не успеваю там пока сейчас пройдешь. Вот это все, типа, паспортного контроля. Подожду. Я должна, в принципе, тут ехать. А если остановиться, ну, должна остановиться. Он ее не просмотреть. То сяду. Нет, так придется еще минут на 30-40 ждать до следующего. В общем, день беготни. Еле-еле успела. Работы было очень много сегодня. Еле-еле успела. Ну, думаю, повезет. Повезет или не повезет? Как вы думаете? На все еду успела. Успела, успела. Вернее, подобрали. У меня сегодня день такой. Как белка в колесе. Вот, как это называется. Как белка в колесе. Добралась до дома. Голодная. Это вообще мрак. Жуткая голодная. Ем, знаете что? Ем, когда вчера, позавчера, готовила желудки куриные в сливках. В сливках. В сливочном соусе, можно сказать. Что-то захотелось у куриных желудков. Я помню, кто-то мне рассказывал, кто работал у нас на птицфабрике, в убойном цеху, и говорит, что самая безопасная курица сейчас для еды это желудки и сердечки. То есть, потрошки. Почему? Потому что она же на тренажер сажают ее. Вот курица с убойного пришла, с цеха пришла. Ее, значит, там такой тренажер есть, много-много игл, да. И впивается, не впускает жидкость. Для чего жидкость? Чтобы у нее был товар бит. Она была вздутая такая, желтенькая, красивенькая. И в то же время вес прибавляется. И говорит, самая безопасная это вот все-таки желудки и сердечки. Что, переходим на потрошки? Но я, знаете, как стараюсь? Я стараюсь обдирать кожу, всегда стараюсь обдирать кожу. Там, если что-то очень редко сейчас готов, там, горе, бедрышки, хлопаю себе, сижу. Крылышки еще, ладно, в крылья они сами вот в эти вот не попадают. Они под в тушку, в бедрышки, в эти, в голень. А вот это всего я стараюсь обдирать и покупать. А сейчас практически, ну, если что-то покупать, это покупать куриное филе. Перекручивать его, делать из него котлеты. Мне нравится котлеты. Либо рубленые делаю, либо на мясорубке перекручиваю, добавляю картофель. Там кабачков у меня же вот так вот море замороженных уже перетертых. И получаются такие вкусные котлетки. Ладно, буду есть, доедать. Потому что так у меня, а запиваю, знаете, молочко, молочко захотелось, молочко. Мороз такой, прямо только крепчает. Крепчается, у них в ночь будет хороший мороз, но минус 20, это точно только как бы еще и еще не ниже не было. Все, пока-пока. При этом у меня аппетит, а? И снова здравствуйте, мои дорогие. Прежде чем уехать мне, я заехала в магазинчик, в один здесь, к своей знакомой, с кем мы отдыхали в Брестоль на Новый год, да? К лень заехала. Почему к ней заехала? Ну, я же Маша Растеряша. После 31 числа, мало того, я оставила свои перчатки у Галинки в куртке, потому что она мне куртку черную давала, со штанами на второй день. У меня не было, у меня нету теплого никакого лыжного костюма. Она взяла и как бы на меня, и на себя. Вот, посмотрите, какие подруги, да? Я даже не знала об этом. Говорит, что ж ты, говоришь, будешь там мерзнуть-то, будем же из горки кататься и все. А вдруг, говорит, захотим на квадроциклах поездить. И я эти перчатки свои засунула, и вот сегодня, я сейчас уже крещение сегодня, да? Я видео снимаю. И до сих пор никак не заберу. Все в магазине у Лены, где работает в этом магазине, было оставлено. А Лена мне еще в WhatsApp мне пишет, говорит, я собиралась, забыла, что подарки вам девчонкам приготовила. Ну, не надо, значит, эти подарки было. И вот заехала, там в пакете ничего не было. Галинка мне перчатки положила. А у Лены был мой салатник из-под Оливье, когда дети ее, дети приехали к нам туда на турбазу проведать. Она, значит, собирала и перепутала свой тазик салатов с моим тазиком. Салатник такой вот, говорю, с тазиком называю. И положила мой туда. А я, мы собираемся, я ничего не могу понять. Я говорю, сейчас вы не видели мой салат? Какой салатник? Я еще помню, что мы достали на видео, значит, сохранилось все. Я смотрю, что мой салатник с Оливье стоит. Я нарубленный, рубала его, да? И тут мне нет салата. Мне салат-то его не жалко. Там съели, не съели. Но салатником не было жалко. Что делать? Я говорю, нет нигде, нет. Все везде, весь этот домик пережили, ничего нигде нет. Я говорю, а на улицу мы что выносили на ночь, чтобы не пропало? Он говорит, вроде мы салата не выносили, это точно, говорит. Я говорю, ну если мы занесли, там спиртное было, и никто не украл, говорит, кому нужен салат на завтра, когда еды у всех, вот такой высшей крыши. Ну и фиг с ней, пропал, пропал. Потом Лена мне звонит, говорит, Цвет, да он у меня. Ну ладно, говорит, приедешь, мне магазин заберешь. Я вот сколько после 31-го числа, 20 дней, все, к ней жила практически за этим. И все, сейчас приехала, смотрю, там вот этот салатник и подарочек. Будем с вами сейчас распаковывать. Подарочек от Ленуська, Лена, большое тебе спасибо. Сейчас тут посмотреть, даже не знаю, что. Потом прям при вас распакую эту веревочку, сниму. А тут, а тут, а тут, а тут. Так, это что? Гид для душа. Амор-амор, гид для душа. Парфюм модель Франции. Еще что-то маленькое. Еще что-то, а, этот, парфюм, да, туалетная вода. Вот такая вот маленькая, видите? Честно говоря, я ни разу такие не покупала. Маленькие тоже Амор-амор. Амор-амор. Я в Дютифри куда-то и летела, помню, брала Дютифри. Я уже, знаете, уже забываю, как называются эти магазины. Сейчас надо срочно исправлять. А, говорит, кто прививку не сделает, за границу не выпустит. Тот, просто аромат тот же. Амор-амор. Ну да, он же. Он же. Лен, большое тебе спасибо. Ну, вот, знаешь, вот, честное слово. Ну, не надо было это делать. Честно говоря, как-то вот так вот неудобно. Вот. Подарочек. Гид для душа. После туалетной воды я, наверное, не почувствуюсь. Надо было сначала гель понюхать, да? Ну, давай, лезь. Че ты не лезешь? Пленка у тебя. А че он не лезет? Ле? А, он зафальгированный, что ли, так? Или че? Или что такое? В общем, я не знаю, че он не... А, там нужно проткнуть. Проткнуть надо. В общем, все дела. Все пустим. То есть, вот, там нужно чем-то это вскрыть. Поэтому я почему-то не почувствую. Вот. Такая Маша растеряешь, собирал свои вещи. Ха-ха-ха. И подарок еще Лен получила. Большое спасибо. Знаете, честно говоря, мне мало кто дарит... Вообще подарки мне мало кто дарит. Ну, какие подарки в день рождения, цветы там. Ну, сама все в основном делаешь подарки. Люди знают, говорят, деньги подарим, а ты, значит, выкупаешь, что хочешь, да? А так вот, чтобы такие маленькие, мало, а я люблю маленькие подарки. Сама люблю делать маленькие, какие-нибудь такие незначительные. Казалось бы, но приятно, да? Не, я не напрашиваю, чтобы тебе дарили подарки. Я вам просто говорю. Ну, опять вот этим, вот сейчас вот зимой спасать этим крем еще хочу сказать. Фикс прайс 199 рублей. Офигенный, обалденный. Мне он так нравится. Руки сохнут, все сохнет. Я прям и ноги, и руки, я им все мажу. И тело после душа. Вообще обалденно. Кожа какая-то вот прям вот все вот сейчас вот впитывать, впитывать, впитывать. Обглавенно все впитывает, впитывает. Ладно, поеду я губную помаду какую-то там нашла у себя в квартире. Флешку нашла, мне теперь флешки есть, привезла все. Еще кое-что захватила. Ну, ладно, все, девчонки, мальчишки, спасибо, что были со мной. Спасибо за внимание. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Вам все равно мне приятно. До следующих видео. Обязательно с вами встретимся.